Дверь с ноги, как говорится, Крейт вещает, и это уже 21-ая серия Пути Бомжа на Блэк Раш. И кто не видел прошлую серию, обязательно чекните, вы узнаете, почему я сейчас нахожусь в КПЗ. Фух, наконец-то вся эта жесть закончилась, и я наконец-то на свободе. Сходу залетаем в Казик и выполняем задание из Блэк Пасса, но, честно говоря, я пришел не ради этого. Сразу ставим максимум 500 тысяч и выбиваю тут же Блэк Джек буквально с первой раскидки. Конечно же, побеждаю и забираю лямчик. Вторая игра была опять же победа, а уже на третий раз ничья. Ну, видимо, знак, срочно вываливаемся из Казика. Хорошо, я в этот раз так пофармил, на руках уже больше двух мультов. Чуть не забыл про свой гаражик, осталось буквально два дня, и он бы слетел. А с Блэк Пасса забираем награду за случайно выполненные квесты. Мелочь, конечно, но приятно. Возле склада Бусаева забираю свой скайлайнчик, потому что пора нам уже менять машину. Денег уже хватает, поэтому хочу кататься уже на Супре, но для начала надо слить свой скайлайн кому-то. Довольно быстро нашел покупателя за 600 тысяч и даже без наших ферменных номеров. Даже немножко заработал на перекупе этого скайлайна. Ни одной Супре на авторынке, к сожалению, нет, но вот есть такой Субарик. Пробега здесь, конечно, 2000, но есть прошивка Спорт. Предлагаю 1.6, но челик не хочет. В итоге посмотрел я разные варианты, и все-таки с этим челом мы сторговались на 1 лям 660 тысяч. Чекай багажник. Ой, мне аж интересно стало, а вдруг там что-то ценное. Для начала на новую тачку ставим наши фирменные 777 номера. Так, а багажник реально не пустой. Какое-то мясо, сгущенка, карты. О, еще в конце слотов куча всяких вещей. Шашка таксиста, еще приборы, чтобы сбежать с тюряшки. Да, вот этот кусок мяса, это утка, которую можно сдать охотнику. Хз, зачем вот это хранить в своем багажнике? Ну ладно. Кстати, напишите в комментариях, стоит ли эта тачка своих денег. Либо же я купил за оверпрайс. Только выруливаю из авторынка и сразу вижу Супру. Ну как же так? Хочет за нее 2кк, а пробега-то 10 тысяч. Между прочим, есть прошивка спорт, но довольно большой износ. Я предложил ему обменяться, а он отвечает, что моя тачка говно. Это топ Супра. Она у админов была. Не успел я разобраться с типом на Супре, как мне кидают обмен. Я, естественно, соглашаюсь. И мне предлагают обменять мою Субару на скутер за 20 тысяч рублей гоской. Не знаю, банят сейчас за это или нет, но будьте осторожны, чтобы, ну, не просрать все. А я на своем новеньком Субарике прилетел на склад в Бусаево и паркуем свою машину. Чтобы в будущем, заканчивая рейс на дальнобое, я мог пересесть с фуры на свой Субарик и доехать быстренько до Батырова. Ай, шальной Субарик вообще не управляется. Хотел ремку взять, но крашнуло. Релогнулся быстренько, заспавнил фамовскую ламбу Урус и прикатил уже на ней в Батыровскую ТК. Хочу арендовать фуру, а мне снова пишут, что я не нахожусь в транспортной компании. То есть меня опять кикнули за неактив, ну, типа я там один-два дня не работал. Пока я выбирал себе ТК, меня нашло куча подписчиков и просто не дают выйти из офиса. Вообще никак. Я понимаю, вы все хотите попасть в видос, но это же путь бомжа, это не основной аккаунт. Я тут как обычный игрок. Бегаю по ТК, смотрю, где есть еще заказы руды, а мне говорит, что менять ТК можно раз в 20 минут. По традиции, каждую серию открываем очередную рулетку и выпало всего-навсего 12 тысяч рублей. Ну, зато халява, и то приятно. Только уже на следующий день решил я снова поработать. Захожу я в добрую старую ТК Огурец, и здесь опять, ну, ё-моё, нет руды. Просто руда будет гораздо выгоднее, но сейчас таких заказов нет, поэтому берем большой прицеп и едем куда надо. Очень бы, конечно, хотелось сократить путь, но отсиживаться в Деморгане часик я тоже не хочу, поэтому лучше будем ехать по Арзамасу. Где-то 2 минуты ехал по Арзамасу, ловил встречку, стоял на светофорах, а мог вот здесь вот быстренько по травке проехать и уже направляться в этого, но, к сожалению, это запрещено. Ля, вы видите, что они творят? Это что, ЕПП? Неужели здесь в Деморган не откидывают? Офигеть, ну, мне так тоже нравится. За этими дальнобойщиками ювелирненько проезжаем между деревьев и, опася, мы уже на заводе. Активируем капчу и забираем 36 кусков, но вот мой питбайк припаркован в Эдово, поэтому еду обратно, забираю питбайк и уже на нем валим домой. Так что, если ехать в сторону Эдово, то только в Эдово и разгружаться. А в офисе, как всегда, куча работяг, которые тоже ловят заказы и в списке вот вообще ноль, опять же, руды. Так что, я зашел в какую-то нубскую ТК-перчик и сразу же взял себе руду. Все равно я на премии не работаю, чисто кормлюсь ЗП от системы. Бывают, конечно, на дорогах откровенные клоуны, которые специально тебя наматывают на отбойник, но таким челикам сразу карма дает о себе знать. В этот раз я снова решил проверить, крысят ли этот кусочек админы. И удивительно, я нормально проехал и сэкономил себе кучу времени. Ой, жалко типа, он взял груз металл и сейчас не может преодолеть вот эту большую горку. Ну а мы закатываем в Эдова и получаем законные 37 тысяч рублей. Садимся на Априлу и полетели назад. Это что такое вообще, как здесь проехать? Смотрите, я и еще два других дальнобойщика пытаются протаранить этот прицеп, чтобы проехать дальше. Оп-оп-оп, и мы уже почти в Эдова. В этот раз вышло вообще на 44 тысячи. Справились примерно за 8 минут. Снова на Изи взял руду, но уже в Бусаева, поэтому заворачиваем вот таким вот образом. Едем прямиком через Горель, что не является ЕПП, но вот мы уже выезжаем на перекрестке и находимся близко к Бусаево. Только в этот раз меня затаранили и прицеп ушел за отбойники. Но в принципе ничего, мы забираем свой прицепчик и выходим на дорогу. На складе в Бусаево разгружаемся и получаем 42 тысячи за 7 минут. Спавним наш Субарик, но тачка поломанная, а в инвентаре как назло ремок нет. Поэтому придется возвращаться на Фурия. Второй рейс на Руду тоже взял в Бусаева. 41 тысяча за 7 минут. Снова спавним Субарик. Естественно, чиним его. А в этот раз я снова не могу поехать, потому что разрядился аккумулятор. Опять же, бустеров у меня нет, поэтому снова бежим к нашей Фурии. Найс, я конечно себе тачку купил. Уж на всякий случай возьму себе 3 бустера, ну вот чтоб наверняка. В этот раз взял овощи, но за 40 тысяч. Загрузился на заводе. И вот так вот мы выруливаем между деревьями и по полю фигачим. Да, я думаю, что если бы за мной следил админ, сейчас он меня бы откинул. Но пока никто не видит, можно проехать. Вот у меня каждый раз с металлами или овощами надо вводить капчу. Ну мы ввели и получили свои 40 тысяч. Здесь у нас, конечно, припаркован не Субарик, а Априла, но тоже нормально. Несмотря на стоимость, со своей задачей справляется. Ну и в конце снова решил залететь в Казик. Сходу проигрываю 100 тысяч, потом еще 200 тысяч. А потом ставим 500к и уже эту каточку выигрываем. Соответственно, отбиваем две предыдущие. Не люблю Кости, но в этот раз поставил 500 тысяч. И один в два побеждаю, забираю себе лям сюда. За такое дело, конечно же, крупье даем на чай. Теперь красивенько уходим в закат. Не, не, даже не так, вот так вот. Ставим себе очки и вот так уже годно. Ну и все, думаю, серия вышла просто шикарная. Мы зашли и ограбили просто Казик, купили себе тачку. И считайте, отбили почти все деньги. А продолжение, конечно же, следует.